В рамках реализации плана воспитательной работы у нас сегодня проходил смотр строя и песни юным защитникам Отечества, приуроченному к празднику 23 февраля. В принципе, мероприятие наше ежегодное, мы его проводим, можно сказать, ежегодно, но в таком вот объеме с привлечением кадетского корпуса первый раз. Очень хочется привлечь детей, показать им всю мощь российской армии, показать им специфику служения Отечества и как-то привлечь их внимание к данному направлению воспитательной работы. Ну а как это можно сделать? Конечно, только тогда, когда они сами могут в этом поучаствовать. Поэтому, соответственно, каждый класс готовил строевую песню, готовил рапорт, все поучаствовали, все довольны, все получили кто-то первый, кто-то второй, кто-то третье место. Ну а для того, чтобы никому не было обидно, мы каждому классу дали какую-либо номинацию. Мы готовились целый месяц, долго, упорно, все уставали, соответственно, все как и должно быть. Мне кажется, что такие праздники нужно устраивать, чтобы никто не расслаблялся и чтобы все понимали, что такое армия, и чтобы пошли потом служить Отечеству. В воспитательной работе, в частности, патриотического и профориентации, в кадетском корпусе воздавляет довольно небольшая работа. Но не только в корпусе. Наши кадеты уже немножко натренированы, и, соответственно, у подрастающего поколения, начальных классов и в некоторых школах даже 10-11 классы, мы проводим такие мероприятия, чтобы сориентировать их по внешнему признаку военного, ну и, так сказать, показать дух наших кадетов, что они уже настроены на защиту Родины и Отечества. Плюс ко всему мы к этому подгоняем ту проблему, что защищать Отечество надо совмещать с учебой. Учиться можно на двойке-тройке, но Родину защищать на двойке-тройке нельзя, и он нас защищает только пятерку. Поэтому это наша работа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова